Все просветленные вокруг. Бог сам с собой разговаривает. Да, Бог сам с собой разговаривает. Значит, и вот самое интересное, что видите у нас, как он сам разговаривает, он плетет вот эти истории, неважно там. То вот я вернусь к тому, о чем мы остановились, что этика, эстетика, там, нормы, правила, это все границы конвенциональности, то есть коллективного договора. То есть мы договорились, что вот это красивое, вот в таких рамках, это культура. Мы договорились, что поведение в таких рамках, это, ну, этика или нормы. Это конъюнктура. Это не культура. Если мы договорились, то это конъюнктура. Культура это как раз закрепленные образцы эстетических каких-то нормативных канонов, да? Ну, чаще всего. Хотя вот мне кажется, культура, вот и сам Курехин говорит, культура это как раз спонтанность, когда мы только ее рождаем. В этом глубоком смысле. Но вот это вот норматирование, оно же привело к тому, что вот мы создали вот то, что называется история, да? Мы законсервировались. Да. Надо вытряхивать у людей вот дури из головы. Вот вообще. Ну, надо освобождаться. Нельзя быть запрограммированным идиотом. Нельзя. Ни в коем случае. Особенно сейчас, когда все можно. Сейчас вы как... Вот эти поколения, они еще из себя вот этого раба выдавливали. Они вот как вот тот вот персонаж, которого там гнули, раком ставили. Вы просто свободные люди. Вы сейчас можете делать все, что... Никто... У вас нету бэкграунда вот этого совкового. Ничего. Вы можете сейчас очень легко. Все вот это разговор, что у нас там новый железный... Какой железный занавес, когда интернет есть? Какой железный занавес, когда вы в любой момент можете заграницовать? Я считаю, что железный занавес тут ни при чем. Просто вы говорите, что якобы мы можем легко там, ну, допустим, свои какие-то каналы там организовать. Все, да. Все можете. Вы не берете в расчет, что мы все воспитаны? Мы все прошли... Все, воспитаны, это вот нам когда 30-40 лет. Сейчас никто вас не воспитывает, кроме телевизора. Ладно, все. Закрыли. У меня была какая-то мысль, она оттекла. Мы потеряли мысль, сейчас надо оттекла. Оттекла. Это очень легкая. Сейчас нету шор, вот я говорил, вот этой традиционности с точки зрения эстетики, то есть все-таки постмодернизм вынес всем мозги окончательно. Постмодернизм? Да. Нету никаких, в общем-то, действительно, вот Яровая это все комики. Это все, как говорится, первый раз это как трагедия, а второй раз как фарс. Стендап каледи. Да, стендап каледи. Это вообще действительно можно быть... Вот эта стилистика, которую Курехин запустил, в то время, когда это вообще было невозможно, сейчас она очень легкая. Только не обязательно повторять Курехина и пускать гусей там на сцене, там осла заводить, там все такое. Это все уже пообыграно, а можно что-то вот как-то вот себя искренне проявить по-другому. Хотел бы привести из совершенно замечательных ребят, которых я тоже вторично для себя открыл, и просто крусь от них невозможно. Это новые хронологии. А, Фоменко и Носовский. Как по температуре, 27 градусов Цельсия положительно, можно предсказать, что люди не в России, монголы были, а в Идеи. Потому что в 15 веке было 27,5 градусов. Ребята, просто вот тормозов нету, вообще тормозов нету. То есть ребята прут, самое главное, что... А ведь так и есть. А помехи доктор математических наук. Да, это два математика, которые обратили внимание, что все хронологии придумали математики. А, хронология Фоменко. Да, да, да. Фоменко и Носовский. Как еще раз, как? Фоменко и Носовский. Только не Николай. Они взяли, пересмотрели эти хронологии, математически создали графики. Знаете, вот когда есть... Диограммы такие. Да, описание какой-то истории какого-то царя или еще что-то, у него есть различные события. Когда родился, когда женился, когда воевать пошел, когда эти самые... Он эти точки обозначил. И нашли закономерности. Взял хронологию эту самую историю европейского царя, составил китайского царя, и оказалось, что они одинаковые. Соппадают все графики. То есть это что-то из себя представляет. Вот описание царя, это просто переписывание с чужих историй. Там был Александр Македонский, и его протиражировали все цари, все династические эти... Якобы он был у них. Да, у них там еще, еще, еще. И оказалась удивительная вещь, но это давно знал, я чувствовал, что так и есть, что вся вот эта история про темное средневековое, это фуфло полное. Точно, точно. Что как может быть... Вот даже вот сейчас я вам скажу, это вот взрыв мозга, который... Но он такой дискурсивный, дебильный, но мне нравится вот. Как могло так получиться, что за 500 лет, когда появились печатные станки и рукописи уже тиражировались многими тиражами, сейчас у нас, например, в российской истории графии, где вот описываются летописи, у нас только Радзивилловская летопись, по-моему, 16 века. Больше первоисточников нет. Куда все делось? Куда все делось? Все остальное переписи с переписей, понятно, да? Подредактированы. А теперь вопрос. Каким образом рукописи, которые создавались в Древней Греции, в единственных экземплярах, не было печатных станков, через тысячу лет всплыли в Европе? И не рассыпались. Где они сохранились, если у нас за 500 лет с госхранами, специальными технологиями не сохранилось? А вывод очень простой. Древние греки были сразу перед Средневековьем. Никакого тысячелетия нет. Отлично. А он же Фоменко говорит? Иисус в тысячу году. Иисус был 800 лет назад. Да, 1150. А Иисус как в книге тоже Фоменко? Потому что ни одного, ну это уже бред дальше продолжается, ни одного печатного источника старше там 14-го или 15-го века нету. Это все переписано. Сейчас мы начнем бред нести. Я просто вам показал, как можно... Нет плодородного слоя земли. Ну ты-то серьезно начинаешь обсуждать. Абсолютно серьезно, конечно. Где все деревья? А я просто привел сюжет, как можно сдвинуть... Это не так, что камера. Да. Сдвинуть мозги только при помощи обычной логической схемы. Вот говорю, действительно. Где вот это... Как через это тысячелетие протащилось... А дело в том, что никаких древнегреческих писателей не было. Это все были писатели эпохи Возрождения. Причем это определяется, они опять же это увидели, для того, чтобы... То есть вот все средневековые тексты, которые переписывались из действительно средневековых, там на габелленах, это вот как ребенок пишет. Тексты древнегреческие, это изысканные художественные тексты. Чтобы так писать, нужно очень долго, нескольким поколениям, тренироваться в таком письме, передать в школу. А для этого должно быть гора бумаги. Потому что пергамент стоит, как золото. Чтобы на нем поупражняться. Там даже вот в старых текстах, там гласные не писали, потому что экономили. Какие художественные стили? Все тексты Средневековья, ой, тексты Древнего Рима или еще все скульптуры, это все изготовлено там в Италии, в Германии в 15-16-17 веке. Все авторы, это автор шекспировских комедий, он переписывал эти трагедии из древнегреческих, потому что они были только что, вот перед этим. Он оттуда все содрал. То-то все похоже. Все похоже. А так как эти два лабуха были математики, они просто взяли и сказали, что хронологию выдумали Скаллигер там и еще, ну потому что им нужно было обозначить, что Европа крутая, и у нее там древняя история, и все они ведут от греков, а греки хрен знает от кого. А в той же древнем Египте, если вы посмотрите рисунки наполеоновских художников, которых он притащил с собой, там еще все колонны цветные были. За 200 лет они так облупились, что уже не узнать ничего. А как же они за две с половиной тысячи лет сохранились? Сохранились. А в Питере так Александрийский столб. Ну это сейчас ты мне опять начнешь эти из интернета рассказывать, что это тоже сделали инопланетяне. Потом он в 200 лет. И инопланетяне. Какое воспитание это? Причем тут инопланетяне? Это инопланетяне. Ну я понимаю, о чем ты говоришь. Я видел эти видео, я просто в курсе. Я все время отслеживаю с точки зрения социологического дискарса сумасшествия, который происходит в интернете. И очень, я даже помню вот эти подвалы зарытые, что нижние окна, чтобы его поставить, что там было древнее какое-то капище на котором... Я верю в это. Почему это? Ну это все одно к одному. А мораль-то какая? Подстава и в истории, подстава в архитектуре. То есть везде подстава. Я об этом. Инопланетяне не представляю. И самое главное, что все это не имеет никакого смысла, а все свободно. История свободна. Она сейчас переписывается и, к сожалению, переписывается Голливудом. Что Голливуд нам новую хронологию. У него сейчас комиксы он запустил свои. И вот скоро комиксы станут священным писанием. Потому что они миллиард людей сразу хлобысь в детском возрасте и мозги выкорачивают. Хлобысь и мозги выворачивают. И уже никто ничего не читает. И уже никто ничего не понимает, ничего не читает. Истории никакой нету. И все это вообще бредятина полная. Ну и хорошо. Да, смысл-то какой, что действительно мы свободны абсолютно. Все, никаких... Ничего нет. Кто остановил наступление немцев под Москвой в декабре с армией? Правильно? Капитан Америка и генерал Мороз. Ну это да, это уже... Да, да, да. Это уже будет... Да, через поколение это буквально это будет именно так и есть. Потому что тот интенсив, который выдают Голливуд и масс-медиа с массовой культуры, они пережимают любую традицию. Они из нее делают пустоту. Но это и хорошо, потому что любая традиция это уже сконструированная конструкция для эксплуатации ваших мозгов. Нам что-то интересный же вопрос. Философия, кинематограф. Она вообще... Можно такое взять как кинематограф, так философия, как вот так взять, так переписать? Да, конечно. Ну так это и происходит в новом теме. Я же говорю, это благосотворение новой мифологии через визуальные системы, потому что они очень сильные. Они захватывают 80% внимания. Они работают как внушение практически. Это тебе кажется, что ты свободно смотришь какой-то блокбастер. Это стоит изучать? На философском каком-то. У людей почитают про это. Я могу рассказывать хоть сколько угодно, что это на самом деле строительство... Механизмы, как они работают? Механизмы очень простые. Это сугестия стопроцентная. Во время просмотра телевизора или там вот я говорю кинофильма ты не критически воспринимаешься. Ты программируешься. Да, даже если ты рационально мысляешься. Нет, техническая какая-то модель есть же. Ну, то есть... Но это опять же как вот эти демиурги. Образы проходят сквозь фильтры твои. Да нет, это демиурги, это все концепции какие-то такие. Либо высмеиваются старые образы и разрушаются, либо правые. Я имею в виду технически, как это происходит. Технически, как в смысле момент этого соединения? Технически, первый технический был, когда граммофон играл, и все казалось это чудо и волшебство. Сейчас технически это Ваймакс кинотеатр. Следующий технически это вот будет 3D. Ну, то есть за счет чего? Какой именно принцип внушения или там подавления сознания человека? Почему ты это спрашиваешь? Ну, как, почему? Знать надо это... Спокойный ум у тебя. Да, тебе же надо на что-то опираться. А раз надо на что-то опираться, ты выбираешь самые яркие образы. Это называется клиповое сознание. Вот оно сейчас у тебя в башке является доминирующим. Даже у тебя интеллектуал. Я прослышал. Вот поэтому у тебя клиповое образование. Прослышал ты, я сама. Прослышал ты идею. Деважут, да? Да, да. Счастливо. Я прослушиваю почему-то то, что мне кажется сопричастным с моей какой-то... Ну, это тоже фильтр такой... Так вот, мне интересно, как обходит этот фильтр? То есть за счет чего? Ведь происходит обход? Не обходит никак. Охот только один. Ты скорлупу вот эту разбиваешь, и больше тебе никто ничего внушить не может. Когда ты сам в себе... Я просто на себе это замечал. Вроде бы я вот так жил, какой-то вот я вот период, думал, я вот все как бы понимаю, я все знаю о себе, о своем мире, о окружении. Для меня все понятно и как бы очевидно. Но в какие-то ситуации, в каких-то периодах происходило то, что я не мог понять, я не мог это никак объяснить. И я понимал, насколько мое мировоззрение примитивное и узкое. И вот в такие моменты я думал, ну, возникал инсайт такой, я вдруг осознавал, а что я вообще до этого из себя представлял? Что представляло из себя мое сознание? Чем оно было вообще? Пустотой свободы. Свободный поток. Так ты ж можешь это... Я наблюдал свободный момент сейчас. Зачем об этом думать? Смотри, вся проблема состоит в том, что мы вместо того, чтобы находиться, начинаем вот этот мыльный пузырь надувать. Думать, например, о том, что такое пустота, о том, что такое я. И начинаем это рисовать в виде неких узнаваемых образов. Это у тебя включился вот этот, этот самый, кинематограф. Все. Как только ты начал что-то рисовать, а не присутствовать, причем рисовать в виде образов, а не быть самим потоком узнавания. Самая тайность сохранится в том, что я — это несуществительное, это глагол. Я — это действие. Оно не может быть определено и зафиксировано каким-то образом. Нет, это действие самое мощное среди всех действий. Это действие, поэтому в нем нету картинок. Это спонтанно. В смысле, я есть? Наверное, поэтому я есть, да, вот как говорили. Поэтому слово ясность, наверное. Да. О, кстати, ясность. Сегодня на йоге я вам говорил, входим в ясность. Да, я поняла. Да, я сейчас, я же про это уже оценила. Оценили? Я не готова, скажу, наверное, почему. Потому что двумя чертами подчеркнуть. Конечно. Адобу не родилось. Да, да, совершенно верно. Я это не образ и не предикат, и не определение. А где две полоски? Я это процесс. Это протесты для беременности. Нет, а где две полоски? Когда подчеркивали, в третьем классе ты подчеркивала глагол существительный. Одно и две полоски. Ну, я это же как бы определено как существительное. Я и одна полоска. Я же говорю, я не сломался. Глагол две полоски, а у слова я... Так, ну, объясните мне, почему это глагол. Мы про кинематограф заговорили, у меня несколько... Потому что я есть. А я это еще не глагол. Я это просто звук какой-то. Мы говорим я, а подразумеваем в скобках есть. Но это как в английском языке. I am, Сергей. А у нас этот M убрали. А M это просто убрали, а на самом деле это I am. Вы в старину говорили я есть. В старину говорили я есть. Убрали глагол, а они говорят я. Но это я есть, это глагол. Потому что если есть нету, тогда я просто как манифестация. А ты хочешь своим умом все это поймать в существительные. Я то, я то, я то. То есть замаркировать и вот скорлупку вместо того, чтобы ее развяжить. Потому что есть отождествление. Причем эти маркеры, как я уже говорил сто раз, это мы берем из прошлого. Это как бы такой механизм. А ничего понимать не надо, надо в нем пребывать. Это ясно, это понятно. Это не ясно. Просто даже желание не должно возникает. Ты его умоляешь своим вот этим. Ну ладно, хорошо. Это тоже хорошо, кстати. Вот, да. То есть желание, оно даже, например, не возникает. То есть в моей голове как бы нет такого мышления, что вот, вот сейчас что-то я пожелаю. Оно же спонтанно появляется из ниоткуда. То есть и вот возникает такой момент, про который я говорил, да. Что вот я начинаю об этом как бы думать. Не как бы, а думать. Да. Но это было как бы не мое желание. А естественно спонтанный получается процесс. Вот сейчас я опять скажу с предложения такое медитативно концентрированное. Вот я часто возвращаюсь к этой теме дзокчена, как практика без практики, да. Где вот как раз никакого дела не надо делать, а надо просто оказаться в присутствующем моменте. Причем все и так совершенно как бы. Но это нужно не как вот успокоился и расслабился. А просто вот удивиться этому, что действительно все и так совершенно. И что ничего для того, чтобы это совершенство себя каким-то образом реализовывало делать не надо. Поэтому можно говорить, что дзокчен это такой выход за традицию в рамках традиции. И при этом перестающий быть дзокченом, поэтому он дзокчен. Зачем его называть дзокченом? Ну как-то надо назвать. Ну я мог бы не ясность называть там, пустота. Дзокчен просто это бренд такой уже. То есть нам нужно на что-то опираться изначально? Так вот в этом предложении ты видишь, что не на что опереться. Так я вижу, что не на что. Но я же от чего-то пришел к этому. Вот. Можно оттолкнуться от всех. Или даже не оттолкнуться, а оттолкнуть от себя все, что может иметь какую-то определенность. Определенность как практика. Смотрите, как можно обопрись на пустоту. Подождите, а прочитайте еще раз? На пустоту его нельзя опереться. А я уже забыл, как я читал. Ну это как хлопок одной ладони. Ну да, это попытка изображать себя дзенского, который Каана развешивает, но при этом забывает, что он сказал. Ну так, положено делать. А в чем проблема-то? Я ключевая? Я что-то не понял. Никакой проблемы. Не много думают чего-то. Это я сейчас просто раз вспомнила, но пока мы говорили про кинематограф. Давайте еще посмотрим Курехина. Я сейчас просто скажу, у меня прикол был. Я не понимаю, что это такое, но надо пересмотреть. А, вот, я вспомнил. Мне посоветовали фильм посмотреть. Проблема. Со знакомым села смотреть. Полтора часа. Ну, в арт-хаус сидели, полтора часа просто посмотрели. Ничего не поняли. Просто спокойно так встали, непонятно. И ушли, и все, и разошлись. У нас одновременно, там через две недели, в одно и то же время нас открылась. Остановка диалога? Бац. Поняли, о чем фильм вообще? А, резко пришло. Ну, я не понимаю, надо пересмотреть. А что за фильм был? А называется Антонина обернулась. Но это...